Мы сейчас будем изучать Священные Писания, и мы не будем говорить о войне, и не будем говорить о еврейской идентификации. Об этом мы говорим очень много. Я даже не помню, когда мы в последний раз говорили про любовь. Я не знаю почему. Возможно, мы находимся в таком месте, где меньше говорят про любовь. Но мы должны установить статус-кво, поэтому мы много учим теологии, идентификации. Но никто не отменил это выражение, любовь. И сегодня, когда слышат про любовь, думают, что-то такое муси-пуси. Это благодаря голливудской романтике и фильмам, и всему остальному. Но есть что-то другое. Есть любовь, которая полна ответственности, обязанностей, омек, глубины, души, регеш, чувства, и все это вместе. И романтика тоже находится там, но не на первом месте. Я хочу прочитать несколько стихов с первого Коринфянам, 13 главы. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я имею звенящие, и кимвал звучащие. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что я могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Я слышал толкование на эти два стиха, и почему Шауль написал их. Возможно, это не точно, но мне понравилось это толкование. Мы знаем из Деяния апостолов, что Шауль был гением своего времени. И в очень молодом возрасте он достиг положения ответственного за суд. Одним из него была высокая должность в суде. И скорее всего, он бы в будущем достиг места в Синедрионе. Вы помните, да, что такое Синедрион? И написано в Талмуде, что те, которые участвовали в Синедрионе, были очень умными людьми. И одно из требований для тех, кто участвует в Синедрионе, нужно было знать, объяснять Тору всему народу. Что значит, объяснять Тору, толковать ее всему народу? Всем народам. Согласно традиции, в мире существует 70 основных народов. Поэтому одно из требований для главы Синедриона это знать 70 языков. Эти 70 языков нужно было знать на уровне медицинских терминов, как сеять семена, то есть, чтобы объяснить основные принципы всем народам. Значит, глава Синедриона знал 70 языков. И говорят, что они также учили языки ангельские. Я не знаю, я не знаю, что имеется в виду ангельские языки. Но когда мы читаем этот стих, И поэтому, как здесь Шаул немножко надсмеивается над ними и говорят, что даже если я всеми человеческими языками и даже ангельскими говорю, но не имею любви, тогда я ничто. То есть, он дает нам понимание, это хорошо знать другие языки. Но без корней Божьей любви внутри нас это ничего не стоит. Возможно, это важно для людей, которые делают карьеру, но когда ты достигаешь определенного возраста, ты понимаешь, что в жизни есть более важные вещи, чем карьера и успех. И это любовь. Когда ты чувствуешь себя любимым, ты знаешь Бога и чувствуешь любовь с небес. Еще другие стихи с этой же главы, 6-7-8. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. И иногда мы думаем, что любовь, она вот такая вот, что не важно, что ты делаешь, но настоящая любовь, когда мы видим, когда человек делает неправду, не истину, то любовь не может этому радоваться. Есть даже наказание, это любовь. Все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. А теперь прибывают все три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них большая. Прочитайте еще раз, думаю, это у главу, это 13 глава первого послания Коринфянам. Характер Бога невозможно познать полностью. И его премудрость. Написано, кто исследовал премудрость его? Невозможно. И так же до конца невозможно понять, что есть Божья любовь. Это что-то очень большое. Люди иногда делают аналогию с тем, что такое любовь, вот я маленький мальчик бежит, упал, коленку разбил, его бабушка его пожалела, и это и есть любовь. Но это только совсем чуть-чуть. Любовь – это что-то совершенно другое. Особенно Божья любовь. Если мы хотя бы немножко понимаем, вернее, получаем откровение о том, что есть Божья премудрость, Божья любовь, и принимаем это в наше сердце, обычно это приходит через какое-то чувство и откровение. Очень важно подогревать это. Потому что если ты не подогреваешь это, оно погаснет, и ты про это забудешь. Один раз я пережил откровение, и это откровение привело меня к вере в Ишуа. Я увидел вещи, и иногда я возвращаюсь к этой памяти, и это всегда укрепляет мою веру. Если мы пережили Божью любовь, очень важно подогревать ее. Как ее подогревать? Дать любовь кому-то другому. Это принцип Нового Завета. Дай, и ты получишь в несколько раз больше. Вы понимаете, о чем я говорю? Это как вода в стакане. Если ты воду держишь в стакане, и не обновляешь ее, то она, и вода тоже испортится. Но если ты пьешь, даешь другому, и заново наполняешь, то вода всегда будет хорошей и свежей. У меня возле кровати стоит маленькая бутылка. И там вода для того, чтобы если вдруг ночью захочется пить, чтобы была у кого такое есть? Я думал, только я такой умный. И иногда происходит такое, что я еду за границей. И через 10-12 дней возвращаюсь, и там вода тоже есть. И я ленюсь ее вылить заново новую налить. И когда я ночью пытаюсь пить, там уже вкус невкусный. если мы получили небесную любовь внутри нас и не распространяем ее, то она не обновляется в нас. Это одно из самых важных призваний, которые Бог дал телу Мессии. И в Новом Завете Иешуа возвращается и говорит об этом раз за разом. Когда он говорит любите друг друга, это проявляйте уважение друг к другу. Или служите друг другу. Или поддерживайте друг друга. Позвони, спроси, обними, это и есть любовь. Если мы это делаем, мы обновляем внутри нас Божья любовь. не только обновляем, но также даем место, чтобы в нас зашло еще. Есть очень много видов Божьей любви, которая выглядит разными аспектами в нашей жизни. Но я попытаюсь поговорить только о трех сегодня. Первое это братская любовь. И это связано и с семьей. Я и мои дети со мной. И согласно Священным Писаниям, община, в которой ты находишься, это также твоя семья, только более расширенная. И поэтому там же есть тот же принцип. Я начинаю читать с книги Бытия 43 стиха. Это рассказ про Иосифа и его братьев. И мы можем сказать, что это есть в нас внутри. Когда Бог творил нас в чреве матери, Он уже дал нам эту вещь. Это существует. Только нужно подогревать это. Вот рассказ. Иосиф Иосиф потому что воскипела любовь к брату его и он готов был заплакать и вошел он во внутреннюю комнату и плакал там вот Иосиф и он очень был обижен своими братьями помнит кто-то почему? они предали, они продали его в рабство они как террористы поступили и он просто был отравлен, обижен и он достиг уже всего он был заместителем фараона и он там был как настоящий царь и все боялись даже приближаться к нему потому что кроме его положения видели, что рука Божья сопровождает его и пришли к нему братья и вдруг он их видит и то, что перевели на русский как воскипела любовь тут написано, что милость возросла в нем милость можно перевести это как он получил ответственность я думаю, что родители понимают такое чувство иногда дети тебя страшно раздражают кто это знает? только у нас и ты злишься на них но в какой-то момент ты смотришь и видишь это твой ребенок и в тебе воскипает это милосердие, любовь что ты сам готов заплакать иногда ты так злишься что тебе просто его побить хочется в Израиле нельзя но ты внутри чувствуешь как твоя любовь к ребенку к тебя переполняет написано, что он переполнился милостью ты просто чувствуешь что из тебя это как источник бить начинает мы сыновья Якова мы сыновья Якова мы сыны Авраама Ицхака и потом Якова и Авраам преуспел только наполовину у него было много сыновей но в основных говорится только про двое и с Исмаилом были всегда проблемы после этого он получил тоже свои благословения Авраам был святой человек но в ней было что-то что передалось Исмаилу Исмаилу и это не было совсем хорошо но у Исака была та же проблема но еще хуже потому что два его сына Яков и Исав были совершенно разными в Новом Завете написано про Исава написано чтобы не было между вами такого блудника и идола поклонника как Исав он был очень плохой человек и несмотря на то что его отец Исак был настолько близок к небесам вот такой у него сын родился мы знаем что у Иакова было 12 сыновей одна дочь может быть больше но мы знаем про одну и мы знаем что несмотря на то что между братьями были непонимания напряги и даже своего Иосифа брата они предали но в конце они все покаялись глубоко в своих сердцах но они считаются великими людьми не только для народа Израиля для всего творения написано в книге Откровения в 21 главе что в небесном Иерусалиме есть 12 ворот эти врата названы 12 именами сыновей Иакова когда мы здесь идем по улице Бен Гориона или кого-то еще это люди которым дана честь что их именами названы улицы но в небесном Иерусалиме 12 ворот будут названы именами сыновей Иакова это что-то очень великое мы сыновья Иакова и это переданы нам эти чувства которые тогда возбудились в Иосифе на многие из нас выросли в Советском Союзе и в Советском Союзе в культуре Советского Союза не было вот это выражение любви обнимашки говорить я тебя люблю кто со мной согласен нахон нахон Брежнев в Ясер Арафат эмаю митнаштим и млашон в ба-ба-ба-ба ба-модерник азе в ине но ладми агавазот Хамас так кроме Брежнева как Ина правильно заметила которые с Ясер Арафатом целовались просто в засос и с этой любви Хамас выродился у нас сейчас все дурное толкование сходится к Хамасу это правда в общем мы не были научены проявлять любовь и мне отцу шестерых детей иногда сложно но это нужно делать потому что объятия проявляют любовь не просто так Шауль говорит приветствуйте друг друга лапзанием в общине это внутри нас это сидит в нас я призываю вас наша большая община наша большая семья чтобы мы уважали друг друга и если есть какие-то непонимания какие-то ссоры всегда вспоминайте что намного хуже были ссоры у Иосифа со своими братьями и даже там в нем выросла эта милость и написано что он заплакал обнял своих братьев он проявил к ним свою любовь поэтому братская любовь или любовь в семье или любовь в большой семье это очень важно и это способность прощать сейчас мы говорим про что-то другое и мы поговорим про дружескую любовь знаете есть друзья или подруги и тут есть очень много опасностей я хочу коротко коснуться этого но сначала я хочу прочитать стих это первое царство 20.17 это Шмуэль алиф 10.17 и снова Иоаннафан креялся Давиду своей любовью к нему ибо любил его как свою душу вдруг между Давидом и Иоаннафаном завязалась связь они были партнерами вместе работали Давид был большим военачальником в армии Израиля и он также был очень смелым и они подружились до того что Иоаннафан поклялся Давиду они забрали их шней ЛГДП ЛГДП бахурим אמרу линэ эм маю эм михад этэшени и они очень дружили я даже помню один из представителей ЛГБТ мне сказал вот видишь в Библии тоже есть пример это они были любовники понятно что это ерунда вообще полнейшая ты можешь толковать все как тебе угодно потому что Тора совершенно однозначно против взаимоотношений людей одного пола и плюс в этом есть много что написано в Новом Завете и мы как последователи Ишуа должны четко занимать правильную позицию Но вот два серьезных молодых мужчины они друг друга уважали были друзьями любили друг друга я думаю что многие из нас может быть пережили такую дружбу и любовь у тебя есть друг вы вместе что-то делаете вы преуспеваете вы надеетесь друг на друга иногда вы открываете сердце друг к другу и говорите об очень внутренних вещах я такой же но я с годами научился тому что мой самый лучший друг это моя жена не то чтобы меня предавали но подобные такие ситуации да были в моей жизни поэтому я хочу сказать что в такой очень глубокой дружбе нам нужно быть умными и не забывать про определенную дистанцию потому что друзья и подруги это все еще не семья можно много вещей делать вместе и вдруг твое сердце просто тает и чувствуешь мы так близки это неплохо но скажите своей голове всегда немножко останавливаться для того чтобы проверить и все равно немножко держите дистанцию потому что иногда вот это вот злое начало которое живет внутри каждого начинает использовать дружбу только в выгодном для одного человека состоянии и иногда это доходит до такого состояния что ты боишься указать своему другу подруге на то что он делает что-то не то ты стесняешься сказать потому что ты боишься разрушить дружбу поэтому дружеская любовь да существует но нужно все равно с этим идти с определенной осторожностью кто меня понимает о чем я говорю я хочу прочитать на русском несколько стихов это книги сынов Сираховых это не канонические писания 22 глава 21 стиха просто прочитаю послушайте наносящий удар глазу вызывает слезу если я кого-то ударяю в глаз то у того текут слезы а наносящий удар сердцу возбуждают чувство болезненное мы можем сказать жесткое слово и человек получает рану в сердце это также происходит в семье поэтому нужно следить за тем что ты говоришь то что я говорю вам я говорю и себе но иногда это не только слова также и настроение мы можем в гордости говорить что-то хорошее вернее правильное но с этим правильным мы можем причинить боль знаете да а поносящий друга расторгнет дружбу если у тебя есть друг и ты плохо про него говоришь то дружба закончится будьте умными лучше вообще не говорить иногда мы хотим сохранить связь и мы говорим без остановки лучше замолчать лучше чай выпить если ты на друга извлек меч не отчаивайся ибо возможно возвращение дружбы иногда вы рассердились но потом помирились и все в порядке даже лучше чем было если ты открыл уста против друга не бойся ибо возможно примирение если ты попросишь прощения если ты скажешь правду не начнешь вилять только поношение гордость обнаруженные тайны и коварное злодейство могут отогнать верного друга можно разрушить дружбу не дракой а языком если ты даешь этому злому корню гордиться над кем или про кого-то плохо говорить и опять таки я говорю сохранить дистанцию всегда нужно чтобы была дистанция поэтому сохраните себя от таких ран третье на сегодня любовь к Богу и мы знаем очень известный стих в послании к евреям 11 главе мы знаем что вера это уверенность в невидимом и можно перевести это по-другому не так как перевели в синодальном переводе вера это наша уверенность в Боге которого мы не видим то что я говорил до сего момента семья братья сестры родители дети это что мы можем увидеть и прикоснуться с друзьями даже подраться можно но Бога мы не видим и здесь написано что существует такое состояние это он сотворил внутри нас что есть способность верить в того которого мы не видим даже есть еще что-то я хочу прочитать в мальчим алиф в евреи но в русском 3 царстве 11 2 есть здесь рассказ о шломе тут тут говорится про царя соломона который взял себе множество жен сколько он взял хамасника он взял себе жен из тех народов о которых Господь сказался нам израилевым не входите к ним и они пусть не входят к вам чтобы они не склонились сердца вашего к своим божествам к ним прилепился Соломон любовью не нужно сближаться друг с другом не нужно не нужно связываться с ними но вот именно Соломон это сделал написано что прилепился любовью к ним мы учим из Нового Завета что идол это ничто но даже к этому ничто можно прилепиться если тебя заставляют если тебя учат очень сложно понять какие идолы были во времена Соломона но там было много мистики скорее всего там были нефалим про которых люди думали что они боги и в них верили сегодня такого не происходит но мы можем верить в мифы и очень много людей которые любят идолов и им нравятся различные мистические практики свечки зажигают карты раскладывают гороскопы читают в разные мозолеты есть люди которые настолько углубляются что это становится частью их жизни написано в священных писаниях не приноси заклятова в твой дом чтобы твой дом не подвергся проклятию один раз мы с Гаем зашли в один в офис и одна женщина была арабка христианка она там она служила по одному вопросу я увидел что у нее на цепочке висит кулончик с каким-то египетским знаком спросил ее что это такое она говорит я была в Египте купила я говорю ну ты вроде у тебя еще и крестик рядом висит ты христианка она говорит да но это для удачи я говорю я лидер общины в мессианской общине и в Торе очень ясно написано про то что ты одеваешь и она сняла и все сказала спасибо что мне сказал я не знала есть мистические вещи которые нравятся и верующим и живем в Израиле и мы выстраиваем свои традиции тоже и иногда мы даже с иудаизм берем какие-то вещи которые развились из Вавилона или из какого-то другого места пом Женя Станюкевич натан ли избир о и ци и шаббат иногда один раз мне Женя Станюкевич объяснил различные традиции когда завершается суббота есть там рехот и я понял что там есть зажигаешь свечку называется Авдала там есть разные запахи когда ты отделяешь шаббат от другого дня и я просто понял что эти вещи совершенно не из Писаний это вообще неплохо чтобы был запах корицы и перца добавьте это в еду и все замечательно но когда начинает тут пахивать колдовством то от этого нужно опасаться потому что наше сердце склонно прилепляться к таким вещам который далеко от Бога и написано что даже мудрейший из людей царь Соломон прилепился к этому иногда ты зажигаешь свечку не очень вовремя и чувствуешь что ты согрешил ты свеча для Бога ты свеча для Бога и очень хорошо когда ты зажигаешь ее вовремя а а если нет написано в священных писаниях в евангелии от мот ты ты высоко стоять чтобы тебя видели можно не зажигать а свечка это хороший знак но 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 если твоя вера зависит от таких вещей то нужно проверить что для тебя важнее есть движения в иудаизме которые очень подчеркивают различные дела омовение рук или различные практики которые нужно делать и вот я думаю я чувствую вот я это сделал теперь у меня я обеспечил себе это место в грядущем мире но только правильное сердце и страх Божий и правильные дела по отношению друг к другу когда мы избегаем прелюбодеяния лжи воровства и всего плохого когда мы укрепляемся в молитве и укрепляем свои отношения с Богом это действительно дает тебе место на небесах но превыше этого но превыше всего это милость и любовь Бога к тебе которая может покрыть все твои дела поэтому Ишуа сказал то что я даю вам через силу Нового Завета это больше чем делают фарисеи и книжники потому что они хотят достигнуть своими делами во силу Нового Завета в том что когда мы приходим к престолу Божьему через кровь Мессия Ишуа написано что Он не вспоминает наших грехов читайте священные писания они дают нам баланс по-другому есть проблемы мы прочитаем в конце 1 Иоанна 3.2 здесь говорится про истинную любовь к Богу смотрите какую любовь дал нам Отец чтобы нам называться и быть детьми Божьими мир потому не знает нас что не познал Его возлюбленные мы теперь дети Божьи но еще не открылось что будем знаем только что когда откроется будем подобны Ему потому что увидим Его как Он есть это дано нам это нам дано давайте мы встанем помолимся от от всех всех солдат особенно те которые воюют я молю Господь чтобы твои ангелы сопровождают и чтобы ты принес победу народу Израиля мы хотим увидеть измененный Израиль чтобы которая не разделена ссорами как выбирать судей но особенно Израиль объединенный Израиль дай нам измениться и укрепиться и стоять намного крепче в твоих требованиях и заповедях во имя Ишуа Мессия